Европа ничего не выиграет от отмены строительства Южного потока. Более того, Еврокомиссии в этой связи, возможно, придется компенсировать ущерб Болгарии, Венгрии и Сербии. Об этом говорит старший аналитик компании IHS Energy Анна Гольцова. И вот фрагмент интервью, которое взяла моя коллега Екатерина Кочкина. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в связи с тем, что Южный поток уже строить не будут, как это повлияет на газовый рынок в Европе? Основная задача «Газпрома» в последние 15 лет состояла в том, чтобы избежать или минимизировать объем газа, который идет транзитом в Европу через Украину. Южный поток, как проект, должен был завершить эту задачу. В данном случае, когда Южный поток больше реализован не будет, Россия вместе с Турцией нашла другой вариант. И этот другой вариант делает то же самое. Он исключает Украину в качестве страны-транзитера. Однако мы не видим возможностей или видим мало возможностей, чтобы проект через Турцию был реализован в том же объеме, то есть в 63 миллиарда кубометров. Но на самом деле получается, что для Украины разницы нет. Их как исключали из списка транзитеров, так и продолжают. Для Украины действительно плохо в любом варианте. Для Европы, грубо говоря, никак на самом деле. Скорее всего, даже хуже, потому что у Турции теперь появится больше шансов влиять на европейский рынок, потому что Турция будет ключевым или значительным транзитером в данном случае. Россия договаривается с Турцией. Турция получает какие-то свои преференции по цене. И значительный объем газа будет приходить в Европу через Турцию, а не через Украину. Газпром на данный момент уже потратил 5 миллиардов евро на закупку труб и всего оборудования для строительства трубы через Черное море. И поскольку Болгария не приступала на своей стороне к строительству, то Газпром был вынужден платить за... Он уже оплатил эти трубы. Он платил за то, что простаивало судно, которое прокладывает эти трубы по дну Черного моря. Поэтому решение, в общем-то, должно было быть принято очень быстро. И получается, Газпром на данный момент дополнительных расходов нести не будет. То есть сейчас получается, что выиграли от отказа от Южного потока Турция и Россия, в частности Газпром? Турция самый главный выигравший элемент в этой системе. Украина, в принципе, чувствует себя лучше в этом варианте, потому что у России меньше маневра. У России маневр на 32 миллиарда кубометров свободный, а на 60 уже значительно меньше. Поэтому Украина, в принципе, какой-то объем транзита в ближайшей перспективе и в среднесрочной перспективе сохраняет. Европа не выиграет ничего, в общем-то. А страны, которые участвовали в Южном потоке, они все проигрывают. И Сербия, и Венгрия сейчас пытаются подать в суд на Еврокомиссию за потерянный ущерб от того, что этот проект теперь реализовываться не будет. Сейчас глава Еврокомиссии совершенно недавно заявил, что есть еще шанс, что Южный поток будет восстановлен как проект и строительство продолжится. Есть ли вообще такая возможность или все, уже дорога закрыта? В России и в Газпроме говорят очень четко на данный момент жесткие заявления, что нет, никакого возврата не будет, что мы полностью закрыли проект, и мы не будем вести никаких переговоров о том, каким образом его изменить или реструктурировать.